друзья привет сегодня как и ожидалось рынок растет как говорится покупать на слухах продавай на фактах да сегодня продал руснефть и не потому что она выросла там очень уж сильно там совсем чуть-чуть там буквально на полтора процента подросла не в этом дело у меня допустим там черкизова то то же самое там на 4 процента с вчерашней покупки выросла но я его не продал на продал руснефть почему когда продавать и на на зависит не только от процента отрастания от многих факторов зависит от многих вот допустим у меня нефтегаза дофига я разгрузился по нефтегазу 2 я его продал то есть рынок уже начал расти перед выступлением но самого выступления еще не было да и так как я и так в марже да я решил немножко разгрузиться чтобы если вдруг будет что-то там не то не туда пойдет рынок куда многим хотелось бы то на эти деньги я закуплюсь ну а если все будет так как произошло сегодня то я и так уже затарен поэтому продаж черкиза там или или других позиций мелких она бы роль не сыграла поэтому продал такую крупную позицию из-за того чтобы разгрузиться из-за того чтобы разгрузиться именно по отрасли на потому что у меня там лукойл газпром так нефть все полно этого нефтегаза и вообще думаю по нефтегазу сокращать максимально допустимую долю в артефеле но не только по нефтегазу а по компаниями с высокой доли госчасти все мы слышали президента все мы знаем в какое время живем и какие компании сейчас и так сказать наполняют бюджет на могут поступать так как с втб типа взяли размыли долю физических акционеров но чтобы государство было доля больше и дивиденды в казну платили рассказали им там что дадут открытие еще что-то там друзья мои если вы возьмете и посмотрите историю с втб на протяжении там многих-многих лет вы увидите что компания развивается очень стремительно но очень часто ну я считаю это часто в разрезе там грубо говоря там 10 там 15 лет проводите доп эмиссии но часто то есть не успевает компания расти настолько насколько размывают ее акции я пока вообще с втб не не лезу задолбала уже она не успевает развиваться я все посчитаю да так это это я все рассчитаю там какие перспективы и так далее и так далее хоп размыли долю да что такое опять сижу считаю там он все рассчитали хоп и размыли боль долю обалдели что ли но это не подход это не это не инвестиции доп эмиссия это норма 1 2 3 4 5 процентов погашение акции это еще лучше то есть это обратная ситуация как марнике делает нормальные компании мтс гасят акции то есть наоборот увеличивают долю да но погашу доп эмиссия в размере там как аэрофлот делает или как втб но это нифиг ворота не лезет я от аэрофлота отказался после его там вот это большой огромный доп эмиссии он потом сложился втб отказался сейчас я очень редко отказываюсь от компании которые у меня уже в моем списке очень редко это вот кто-то мне спросил там на ютубе типа какой смысл ты так глубоко анализируешь каждую компанию но прям очень там и контракты и выручка и производства и себестоимость и цена на ресурсы но прям большую работу провожу чтобы купить ее на 12 дня я этому человеку объясняю да не на 12 дня я годы годы в нее инвестирую просто я периодически захожу периодически выхожу вот допустим я продал допустим там роснефть это не значит что я не стал за не следить я я ее также за ней слежу и сегодня и завтра и послезавтра и через год и через пять лет надеюсь да я все время за не слежу то есть я все и сразу же целью как бы следующую цель понимаете я не инвестирую на один-два дня на месяц на неделю я инвестирую на годы просто периодически захожу выхожу захожу выхожу но компанию на прицеле держу годы годы и так как огромная работа проделывается да у меня там статистика по этим компаниям вообще информации по ней полно по по этим компаниям которым не в основном рейтинге то мне самому как бы немножко жалко с ними расставаться удалять их из инвестиционного рейтинга что огромная работа проделывается по анализу этих компаний но когда они творят такое допустим как аэрофлот но я понимаю куда куда это в моем случае это не сопряжено с инвестициями политика компании так что я сегодня купил купил алросу естественно купил немного потому что я уже повторяю важно не только что покупать и не трехмерное пространство без одной величины это уже не то поэтому ну очень важно знать сколько покупать естественно алроса я купил немного но почему все же купил смотрите недавно стало ясно что отрасль отрасль именно под драгоценных камней и вообще и драгоценных камней и драгоценных металлов поддерживать правительство то есть комиссия создана по причем руководитель комиссии это представитель комиссии является руководитель аппарата правительства не хухры-мухры два по алросе конкретно власти рф и якутии собираются продлить акционерное соглашение полрос полрос на пять лет что это значит значит они не будут продавать свои акции ну в определенном объеме да там чуть-чуть могут продать чтобы получить дивиденды дивиденды они просто так не не могут получить минуя физиков то есть если будут выплачиваться властям дивиденды будут выплачиваться физика далее многие банки запустили продажу инвест бриллиантов без ндс это втб это альфа это совком банк то есть это тоже запустит такой вот спрос дополнительность страны физиков по золоту так сделать недавно сейчас еще по бриллиантам сделали те что касается именно производства есть такой рудник называется мир глубокий полроса это крупнейший в мире объект алмазной промышленности крупнейший в мире понимаете и в этом году уже завершается проектирование стоимость по российским меркам там 120 миллиардов рублей но для россии это большие деньги да если бы это был если крупный такой рудник был бы в америке это было мне кажется в разы было бы больше не в разы но гораздо вот но такие вот такая вот ситуация по компании да я когда покупаю даю самые свежие новости по компании то есть опять же говорю я продал допустим малросу на я уже я продолжаю следить продолжаю следить искать точку входа купил продолжаю следить следить искать точку выхода но это не значит что когда ее продал она мне перестала быть интересным нет конечно нет конечно я продолжу следить давайте по вашим вопросам андрей спрашивает соответствует рекомендации рабочей группы и досуганитета московская биржа планирует применить новый подход для определения весов акций ну в общем меняется индекс мосбиржи до такая ребалансировка будет и ожидается что в нем больше веса будет газпрома лукойла и вопрос у Андрея такой ждем роста акций газпрома лукойла ну конечно же если существенно будет увеличен вес газпрома лукойла то это окажет такую дополнительную поддержку акций конечно же пока мы не знаем 1 марта будет ясно сегодня еще 21 февраля все мы знаем друзья мы все мы знаем что ожидание реальность да ну рынок живет ожиданиями а профессионалы считают исходя из фактов ну как они сделают другой индекс так я пересчитаю а пока это все ожидание так дальше тоже андрей антон добрый день только другой уже антон добрый день расскажи пожалуйста всем нам всем нам какие же все-таки акции покупать в портфель надолго срок с дивами спасибо тебе за твою работу друзья мои смотрите самое главное чтобы компании были ясные и понятные перспективы увеличения денежных потоков что даст увеличение прибыли что даст базу для дивидендов некоторые компании платят дивиденды некоторые не платят но если есть увеличение оборота увеличение чисто прибыли расширение рынков и так далее то вы все равно получаете свою свой доход либо дивидендами до либо ростом акции либо тем и другим поэтому вот это главное а дивы в наше время могут взять могут отменить могут понимаем да конечно ну как бы в портфеле желательно иметь компанию стабильно платить дивиденд ну исходя из истории но какие компании это многие из тех компаний что я покупаю в этот активный портфель я такие же компании покупаю в долгосрочной такие же просто в активном там идет крупнее закуп идет продажа в долгосрочном просто покупал потихонечку то покупаю 1 месяц делаю ребалансировку а так акции практически такие же но есть различие конечно в пиратах еще больше различия но основа которую освещаю эти эти же компании я покупаю в долгосрочный портфель точнее докупая потому что они там уже есть я их не продаю я продаю только тогда когда компания и уходит из инвестиционного рейтинга опять же повторюсь что ну в среднем там раз в год может какая-то компания уйти из инвестиционного рейтинга или раз в два года но в связи с последними событиями этот процесс стал чаще и потому что ерунда какая-то творится но есть и естественно месяц это не так что там ну купил и забыл но понимаете если купил и забыл то те кто купил петропавловск у них до сих пор бы был бы вот этот вот балласт но вы же видели что творится да я же объяснял что по петропавловску там ну сложно ждать каких-то перспектив или по аэрофлоту конечно надо следить за за рынком конечно нужно принимать какие-то решения не так что купил забыл а там взяли разворовали компанию а ты такой сидишь типа долгосрочный инвестор она все равно вырастет потому что в долгосрочном периоде все растет все растет компания развалилась пока ты же сидишь ждешь интересусь хотя бы что происходит то ну все задавайте вопросы в комментариях получайте ответы больше информации напоминаю в моем телеграм-канале там и обзоры и другие посты интересные обзоры по компаниям ссылка на телеграм в описании но в комментариях задавайте вопросы я отвечу либо сразу либо вот в таком вот видео всем пока